Ну и с завтрашнего дня в Якутске стартует запись телеверсии межрегионального конкурса этнопоп-песни под одним солнцем. Пока в соступлении по нашему каналу начнется только после новогодних праздников, ну а победители определят 17 февраля. В конкурсе примет участие 11 этноисполнителей из разных уголков нашей страны, и одни из них сегодня у нас в гостях. Мы рады приветствовать Альфию Нигматулину из Башкирии и Ивана Белослуцева из Удмуртии. Доброе утро! Для начала расскажите, чем вас заинтересовал этот конкурс, почему вы решили принять в нем участие? Этот конкурс в первую очередь проводится на земле наших друзей и соратников тюрков. Да, я немножко расскажу про тюрков, потом Иван расскажет не совсем про тюрков, поскольку все-таки это этноконкурс. Поэтому, конечно, этот конкурс собрал не только тюрков. Но для меня это большая честь приехать на якутскую землю, потому что я впервые здесь. И, конечно, ваши артисты этно очень популярны у нас в республике. Да. И вообще, ну вот Юлиана Кривошапкина, например, да? Например, она, да, вы ее, конечно, тоже знаете. Да, она, конечно, высший пилотаж игры на хамусе и изображения звуков природы. Вот то, чем сейчас и я занимаюсь вот с недавнего времени. Вы тоже играете на хамусе? Я тоже играю немного на хамусе. Конечно, не так искусно, как Юлиана. Но у вас другой, наверное, хамус, да? У нас не хамус это называется, а кубыв. Кубыз, можно сказать. Ну, в башкирский, башкирский, башкирская буква есть такая у нас, да. Вот, кубыв, вот, на нем тоже играем такими же, таким же штрихами, вот, все примерно то же самое, да, но у вас якутский хамус, он такой большой, мощный, а у нас такой вот небольшой кубыз. И все-таки вот вопрос мы задали. Чем вас заинтересовал этот конкурс? Ну, в первую очередь, наверное, тем, что Большая география, именно межрегиональный конкурс, да, даже не международный, а именно межрегиональный, то есть поддержка именно российских регионов. Это очень важно. И потому что он этно, этно, сейчас очень модно. Да, и посмотреть на других, да, вот, кто как. Вот, Иван, а вы не тюркский, да? Ну, вот, начнем с того, пожалуй, то, что я единственный представитель семьи финно-угорских языков здесь. Вот это тоже, мне кажется, немалую роль играет. Ну, вот мы знаем, да, вот, как башкирский язык звучит, казахский, турецкий, да, вот. А вот как будет доброе утро по-удмуртски? Бурчук на Энгажа на Эшьёс. Это я сказал, доброе утро, дорогие друзья. Ой, я не смогу бы в этом. А вот у себя на родине вы чем занимаетесь, кроме творчества? Кроме творчества, можно сказать, ничем. Творчество – это мое все. Ваши профессии? Ну, есть еще хобби, кроме этого, я люблю, допустим, на мотоцикле погонять. Вот, допустим, вот такие вот у меня увлечения. Ну, вы профессиональные певцы, получается, да? Ну, я вот, Альфия, да, может быть, да, а я – нет. Я просто делаю музыку, мне нравится петь, я пою с детства, но, к сожалению, возможности не было мне вот выехать учиться где-нибудь в музыкальной школе, потому что я рос в деревне, там у нас возможностей особо не было. А репертуар какой ожидают наши телезрители? А репертуар у меня вот удмуртский инди-поп такой будет. Знаете, язык удмуртский, да, а вот направление такое инди-поп. Что-то модное из музыкальной. Так заинтересовали, я так хочу послушать. Ну, нам подготовила небольшой номер Альфия, да? Да, я подготовила номер, это кусочек из моего выступления будет. Песня, пару слов перевода скажу про то, что ярко светит солнце, пожелание удачи, благополучия. И говорится в этой песне о том, что давайте вместе споем, потому что песня она объединяет. И просто... Давайте, давайте просто споем. Иван, я думаю, будет справедливо, если вы тоже исполните для нас. Может быть, чуть-чуть для куплета? Чуть-чуть совсем, да. Из репертуара, который я буду петь, да? Песня. Песня. Огромное спасибо вам за участие в нашей этой программе, за песни, которые вы нам подарили. Мы желаем вам удачи. Обязательно вас посмотрим. Я думаю, телезрителям тоже очень интересно. И нам в том числе. Да, и будет смс-голосование, поэтому голосуйте. Обязательно, да. Приезжайте к нам еще раз, обязательно. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. Спасибо.